Это Роснадзор ей, и они его долбят. Видишь, как за ним гонятся. Один раз вот так вот, если он как повернулся, и сразу беристка, которая ласточка, полетела, он ее схватил. Видишь, как они преследуют. Гляди, они слабенькие, но они криком кричат, но расстояние достаточно. Гляди, прям рядом, прям возле него пролетают-то. Видишь, ласточки гонят ясно. Это, я не знаю, это копчик. Вон он падает. Так, он упал вниз и, похоже, схватил кого-то. Нет, опять за ним летят. Смотри, с какой скоростью. Все, подхватил. Все, ласточку поймал. По-моему, он поймал. Поймал? Да. Все, задавил. Видишь, она близко подлетает, а эти уже далеко, все отстанут. Прямо вплотную под хвост подлетаются. Гляди, что делают. Надо жертвовать собою. Я считал, не знаю, как птичка называется, маленькая, почти меньше воробья на севере. И когда прилетает орел, ну орел-то, а что там? Они бросаются, говорит, тысячи буквально, и каждая не подлетает, а бьет его. И в воздухе он уже слепой, он никого ничего не видит. В голову, в тело все бьют, он не знает, кого где хватать. Вот так действуют мусульмане. Их нельзя взять. Вот это образец показан нам. Мы молимся о врагах. Сегодня для нас враг, главный враг, это мы сами. У человека три врага. В зеркало посмотри, это главный враг стоит. Второе, сатана. И через клевретов своих слуг он действует. Вот для нас это Роснадзор, там это что-то такое. Он через них действует. И третий, этот мир, ну соединяется опять же с этим надзором. Но вреда они нам не могут сделать, три, два. А один делает больше всего вреда, это наше я. Вот это вот. Я забыл сказать, а Сережа, инструмент где разгрузил? Мы на кухню занесли. А? На кухню занесли. Пилы не перепутали? Нет, нет, я их отдельно поставил. Отдельно, смотри. Мы сразу уходим, сейчас только пообедаем. Так, я говорю Роману и тебе. Встаете в 4.40 и сразу же в лагерь. Вон, смотрите, светит огоньками, какая-то машина идет, что ли. Да, машина. Как она может сюда идти? Как она могла пройти? Прохода тут нет. Где-то они, видимо, что-то сделали там, засыпали. Видать, как... Ну, по-моему, он на этой стороне лога идет. Там вообще прохода нет, мы застряли одно время. Так, слушайте внимательно. Разнарядка на сегодняшний день. Первое, но и главное, это безопасность. Вчера мы сходили. У каждого, кто старше остается с ними здесь, остается только один Володя. Мы все уходим на работу. Нам есть где. Выбери время, когда подсохнет трава, здесь вот вырвать, чтобы ни одной травинки не было. Вот это выкосить все. Крапива только вон там. Это комариное царство. И комаров мы сразу отсюда отбросим. Ну, хотя бы, вот крапива тут далеко нигде нет. Это все будет чисто. А дети вот это вот, чтобы рукой выполнили. Тут крапивы нету. Второе. Виктор Николаевич просил прийти помочь, дрова занести в сарай школьный. Я думаю, везти надо всех. Они вот так вот становятся и по одному полену подают. Составят две-три очереди. Там самые, которые большие, будут складывать. Возьмите с тобой воспитателей, кто может. Это после завтрака или когда? Это когда? Ну, когда подсохнет где-то или маленько. Тут нельзя, мокрая трава. А там-то можно. После завтрака сколько тут, 15 минут дать им разгону, и потом сразу туда везти. Хорошо одеться, сапожки надеть. Так, новенькие-то у нас как, акклиматизировались уже? Да ничего вроде. Не упадите. Маленькие, я говорил, поддерживайте их, сидите. Вторая, где он там стоит. Или стоять там, или сидеть. Тимошу отправили, записали проводы? Да. Всегда записывайте. И вы всегда подходите. Только записывайте. Это документ. Только записали видеокамеры-то у вас были. Этот записал. Андрей, который из Белоруссии. Он на телефон себе записал. Он вам не скидывал? Ничего, да? Как у меня? Так можно было прийти сразу-то. У меня. Я пришел, сразу снял. Снял, ехать некогда было. Ну, мигом послал кого-то, принесли бы. Опять же, небрежение. И за это ответственно. Понятно. Машина как на одном месте стоит. Это вот, если стоит она так, это что-то непонятное. Это по костам какой-то делается. Непонятно. Дальше. Тихо. Мы вчера показали, как уходить будут. Вот именно через это место сразу заворачивать. И быстро бегом убегают за это место. Дальше будет дана инструкция, кто будет на каждый день. Куда везти. Я отдельно скажу им. Никто не будет знать. Вчера я посмотрел. Хуже всех себя вел Нестор. У него энергии столько. Он кто-то в окно полез. В крапиву бросился. Это первые погибают такие люди. Первые. Потому что на тебя, Нестор, Нестор, зачем ты мне, Нестор, ты замри. Ни одного звука, чтобы не было слышно. За нами наблюдают. Он вчера-то запустил свой самолетик квадро. И оно все снимает. Он там стоял, когда крещение шло. Василий. Он запустил его. И экран у него смотрит. Он пролетел над Потеряевкой. Пролетел над... Вот здесь вот этот пруд заснял. И обратно его привел. Все видно. Кто что делает. Где идет. Чем занимается. Так, а другая-то техника. Она в тысячу раз больше. Выше поднимает. Это легко сшибить. Она там 100 метров 200. Мы вчера посмотрели. Вот комары, я говорю, сейчас комарам сказать. Это отсюда. Надо было раньше озаботиться. Под корень вырезать. Хотя бы где начинается трава. Их уже не будет. Я сейчас подхожу. Они прямо облепили. Так, мы инструмент берем. И сразу уходим. Никуда не отделяться ни на шаг, Виталий. Слышишь? Ни на шаг. Никаких туалетов, ничего не будет. Брось эту дурь. Мне это абсолютно не по мозгам. Никак. Это отрывает от работы. Не по мозгам, значит, я обдумать не могу. Так что, что? Нету. Носки переобувать. Переобуй все. Из-за стола вышел и сразу в сторону. Так. Днем бывает иногда дождь. И тут идти грязь. И Сережа возил нас в своей машине. Ты сможешь это сделать? А что? Не поедет. А? Не поедет. Не пойдет? А почему? Да, такая она, нежная. Непонятно, такую дали ехать. Ну, объясни, в чем? Ну, вот, дело в том, что я еле ее перегнал отсюда. Вот немножко подсохла уже. Я еле перегнал домой. Так у тебя одна ведущая, Виталия? У меня одна ведущая, она тяжелая. И задний привод. То есть здесь она сразу садится. Мертво садится. Ну, тут-то сейчас уже подсыхает. А тут дорога вот прямая. Вот тут. Я знаю, но не пойдет точно. Не будем это. Потому что будем толкать. Да какая же эта машина? Ну, это плохая машина. Я ее продам, и все, и куплю УАЗик. Ну, вот мы ездим. Конечно, УАЗик две ведущие. Это деревья по-другому нельзя. Мы ездили на своей «Газеле». Она как танк. Ну, у ней привод не выключается, а снимается. И в одном месте нас забросило, развернуло. И там глубокий кювет, и она прямо на этом зависла. Закрепили ее маленько. Милиция проезжает. Помочь им? Мы говорим, нет, не надо. Растерили палатки там в грязи прямо. Залезли, Виктор там, подсоединили ее. И она сразу же вырвала нас оттуда. Кардан, пацаны. Это машина настоящая. Здесь у меня коробка-автомат. Там куча электроники. То есть она вообще не для этих дорог? Зачем она электроника, если она не может ехать-то? Пусть она без электроники. А у нас такие есть. Простой огурец, картошка. И мы уже наелись, хлеб. А мы знаете, можно наворочить тут сколько. Сушить сухари в какой температуре, какого цвета. Нам это не надо, баловство. Не надо. Вот они нам звонят. Запомните, самое главное для детей. Ни с кем не разговаривать, ни одного слова. Вам понятно? Ни одного слова. Вот вчера видели, как провоцировали, Сергея Павловича. А что ты не разговаривать не умеешь? Ну, хоть воды-то дай напиться. Глаза возвел к небу и не возьмешь его. Он показал. Взрослый, никто не отвечает. Мы уходим, бросаем лагерь. Закрыто все. Замок должен все время лежать на полке. Повернула его и ключ. Показать, где закелье там где-то сунуло. Его никуда с собой не носить. Прямо где кухня, ну, можно даже в эту дырочку положить, которая с той стороны или где-то, я говорю. А дальше будет сказано, куда уходить. Мало того, мы увидим, один раз где-то сокроемся, а другой раз у нас будет стоять рядом вода, сумки с водой, с едой. И мы уходим совершенно вон в те леса. Покажи, где. Будьте поактивнее-то. Вот туда уйдем. Там, ну, тут лага знаем, где-то очень хорошие схроны можно сделать, скрыться с той стороны, где угодно. А им не проехать и не найти. Мы заляжем в такие места, где ни один квадр нас не найдет. Нас учат. Раньше, когда советская власть была, было это, но такого не было, чтобы бедным сделали и не разрешали отдыхать. Это ни фашизм, ни коммунизм, никто это не делал. Ни хан Батай, ни Атила, ни Аларих. То есть самые большие завоеватели. Ну, бедный народ, это бедный, сам выживает, он. Народ крепнет, рождается. А здесь выживать не дают. Отняли все, ничего нету. И по-вашему, ну, по одежке растягивая ножки, мы это вам не разрешим. Вы должны жить по нашим нормам. Так ваши нормы состали под ваши миллиарды, которые вы наворовали-то. Что тут непонятно-то? Это тоже дураками нельзя назвать. О чем речь-то идет? Роснадзор выполняет заказ Антихриста сегодня. А от президента? А президента кто? Масоны? Откуда может быть? И все идет. Вот Ельцин открыто в масоны поступал. Джона Давидашвили его посвящала. Комсомольская правде фотография была. С них и спроса нет. Он ответит за себя. При мудрости Солома написано, с начальствующих будет строгое взыскание. С начальствующих. А что лучше? Начальствовать или подчиненные? Конечно подчиненные. Мне думать не надо ничего. Я пришел, все, наелся. Приступил к работе. А ему надо думать, а что из этого будет? Не просто работать. Вот тебя поработали на пруду. А какая весной вода будет? Я должен обдумать. Где она будет стекать, выбить нет яму. Я все должен обдумать. А которые рабочие, а что? Сказали, я тишу, прибиваю, делаю. Жене легче спасаться, чем мужу. Жене дано право послушания. Хороший, плохой, начальник деспот, дерется. Главное слушался, если не на плохой-то. А мужчине, какая она не наесть. Кочерыжка, любить. Ему о любви, говорится, как любить ее? Ты не знаешь, как ее избыть. Заменить другим, а заменить нельзя. И ты делал выбор. Другое дело у дикарей, когда их выставляют на выставку, они стоят, особый день такой. И невесты идут, они их щупают, обмеряют все у них. И говорят, вот этого я выбираю. Там платят родителям сколько. А тут Лев Толстой описывает, как будто бы женщину выбирает. А на самом деле мужчина. Она одному отказал, другому, третьему ждет, кто подойдет. А она перед ним тут, что, на цыпочках развернется. Ой-ой-ой, увидал такое. И как раз на ней надето надо, и на шлепку на заднице какая надо. И дальше-то влепался, и не знает, что дальше делать. Это Лев Толстой описывает. Это не мои слова, кресло Рассаната. Он говорит, а в этом вопросе относительно женщины я был неутомим. Неутомим. Это означает, он этот вопрос разбирался неплохо. Удивительное дело, как он разум не проблудил. Итак, после молитвы возвращаетесь, скажем, на свою работу. Постарайтесь маленько пораньше, чуть-чуть завтрак сделать, чтобы мы ушли. Так, сколько сможешь, Роман, здесь пробыть? Ну, не знаю, в принципе, мне, наверное, надо... Давай без принципа, просто чем больше, тем лучше. Не, не лучше, потому что мне надо туда и там порешать, и сюда быстро ехать. Я здесь буду сейчас сидеть. Ну, месяц можешь пробыть? Да не, не могу. А неделю? Ну, можно неделю. Хотя, ну, и то, а зачем-то? Зачем? Мы работаем, нам каждая рука дорога. Нам надо подготовить бульдозов. Да, ну, а у вас просто сейчас на неделю работа, или у вас... Ну, все, мы работаем до осени. Сколько нас здесь? У вас трое, четвертый, я пятый. Ну, правильно, у вас до осени, у меня тоже полно работы. Сегодня с пилой придет, да. Ты помни это, мы крайне нуждаемся в рабочей силе. Мы работаем в лесу, там копать, которые выкопали, траншеи эти надо будет зарывать вместе с соломой. Там работа очень большая, на одном пруду, другой посмотрим еще, как умеем. Так. На кого у тебя надежи нету? С какой, на какой стороне часы? На левой. Где эти братья из пятидесятиков? Поставьте, кого у тебя слева. С этой стороны, запомните. Вы должны стоять с этой стороны, где второй? На к себе 10. Подойди. Вот они должны стоять с этой стороны, всегда рядом, чтобы я знал, что это... Как обращаться? Они не просто не крестятся, а по убеждению. У нас были такие, они неделю не пробыли, уже все крестятся, они понимают. Это если они задумываются. А если они не задумываются, они такими и уедут. Притом мы никому не навязываем. Дело в том, что отец сказал, чтобы они... Запретил. Запретил отец. Запретил, но все, делайте все. Мы не наставим, еще раз говорю. Отец сказал, в данном случае, отец не может быть руководителем. Он руководитель в своей системе, в секте, в ересе где-то. Вот представьте, мог ли это сказать Златоуст? Мог ли сказать Василий Великий? Мы берем всю историю церкви. Без крестного знамени у католиков никого не было. Не было. Это вот эти современные такие. Раньше как, баптисты пишут сейчас, мы всегда молились. Старики сегодняшние живут, молились на коленях. Потом стали молиться, говорят, стой, а сейчас сидя. И уже старые даже не вспоминаются. Сидя. Кто покаяться хочет, подними руку, подняли руку. Сидит, главное, на коленях у нее девка с папиросой. Поднял руку, это покаяние. Ну какое же это покаяние? Это издевка? Это смешно? Ты слушай внимательно. Ты очень, очень внимательно должен быть. Это все отойдет когда-то от нас. Так, сидите, не шевелитесь. Я вас пересчитаю, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Кто меня спрашивает, я не знаю. Приезжают, уезжают. Все здесь, нет? Все здоровы. Болейх никого нет. Девятнадцать человек. Так, Володя, ты вчера молока принес? Так, мне бутылку дал. Да, кошек, полторашка. Стоит уже три дня, они могут отдать. Да вы вчера принесли, каких три дня? Все, отнесли? Вот она стоит, забирайте. Отнесли? Нет, она в холодильнике стоит. В холодильнике мне надо забрать будет. Заберите. Так, потому что без этого никак нельзя. Наполняйте, что надо ей. Вот сегодня я просто скажу, день начинается как? Внезапно проснулся 17 минут второго. Все. Вот так и вышел. Это Господь поднимает на молитву. И вот Даша объехал, там все сделал. И вот так вот как встал, так и все. В один остальном лег спать. По моему возрасту, по сердцу, это нереально. Это невозможно. Вот до 60 лет кто ложится спать один час, отнимает год жизни. После 60, если не дают отдохнуть человеку, точно так же. После 60 у человека уже льгота. Мне 77, я никакой льготы не знаю. Никогда днем не ложитесь, запомните. Никогда. Не считая малышей. А вот так кресло есть где-то. И вот так вот сел. И так прислонись маленько. Ну минут 15. 15-20. Потом и работа. Работает 3-4 часа. И опять минут 15. Три-четыре часа, снова. Ты мгновенно будешь засыпать. Вот Наполеон обладал этим качеством. До сражения оставалось полтора часа. Он всю ночь работал с маршалами и засыпал. Полтора часа. Это битва, решающая судьбу страны. И он спокойно засыпал. Я посчитал, как спортсмены делают иногда. Уже тренировки закончены. И разволновались что-то. И он прямо на стадионе на траву ложится. И тут же заснул сразу. Без всяких наркотиков. Я этот способ знаю. Я узнал, проверил его. Здесь ничего нету волшебного. Знать надо анатомию человека. Как положить руки, как ноги. О чем думать. И сразу засыпаешь. Хотите знать? Да. Слушайте внимательно. Наши предки, как нам говорит история, не были мирными, как их показывают. Но они доходили до Стамбула, до Константинополя. Воевали. Воевали друг с другом, князьям. И выходили в поход. И с собой не было ни постели, ни подушки. А было одно седло. Седло, на котором сидит человек. Он снимал это седло. И вот это лука, называется лука, впереди которая держаться. Она у него рядом была, под головой почти. Он ложился. И вот в промежуток, как седло-то выемка, чтобы где сиденье-то у него сидеть. И он его ложил под голову. Вот это место. Вот. Шея должна лежать там. Не голова, не грудь, не спина. А именно вот это место. Дальше. Руки расположить нужно на теле своем так, чтобы одна другую не задевали. На грудь вот так. Вот примерно в таком положении. Почему? Влияет биение сердца, которое отражается на руках. Я не знаю. Объяснять не буду. Да и не знаю. А вот имеет какое-то отношение. Почему? Когда нам трудно, мы за сердце хватаемся. Даже не учит тебя никто, и ты понимаешь, за сердце. Это Бог делает так. Я вот приехал, три недели я полуживой ходил. И никто этого не знал. Я едва-едва доходил, у меня головокружение, я падал на пол. Едва-едва отдышусь, и тогда уже один поклон сделаю. Три недели акклиматизация шла. Последнюю неделю у меня теперь я на подъеме. Я вошел. После года я сижу за компьютером, почти без движения. Я каждый год и в бане охота попариться, чуть-чуть, и скорее выскочить. Маленько попарился, скорее холодной водой облился, я попутно говорю. Дальше. Ноги не должны друг друга задевать. Вот так вот. А почему? Полное расслабление. И мышцы начинают сразу расслаблять мышцы лица. А как это можно сделать? Ну, они говорят по-своему, у меня хорошо, спокойно. А я считаю Иисусову молитву. И вот, иначе, не успеваю просчитать, уже заснул. За мной наблюдала сестра, за сколько я засыпаю. Весь день на работе. На стройке. Ну, конечно, мне было там 26 лет где-то. Да нет, 25 еще только было. И она смотрела, ну, 25-27 секунд. Мужцы, ты не надо сзади подерживаться. Полный покой. Запомните, рука с рукой, руку ослабляешь, как бы вся тяжесть на руке. Мои руки работали, благодарю тебя, Господи. Мне хорошо. Помилуй, благослови. Благослови. Готов, на той стороне. И когда человек так спит, вот через 3 часа, ему в общем в сутках нужно 3 часа для спания. Это все описал Леонардо да Винчо. Я это читал в Резуна. В Резуна этот, Суворов. Суворов это описано, как Граушников тренировали. Да, да, да. Это главное, главное это спокойствие. Но его не всегда удается сохранять. Вот эти нападки разные, они тревожат. Но у нас есть отдушина. Самое лучшее, это к Богу. Все рассказать. И спросить милости, благословения, сил. Вот я сегодня встал, сердце не болит. А судя по тому, что такая ночь была, ночь бдения, то должно было как-то затронуть. Это Бог делает так. Я, может быть, сейчас споткнусь и не встану. Так вот этого крапил руками, лопатой выкопать ее отсюда. Вот как надо засыпать. У меня было одно время, я стал бунтовать внутри себя. Как же так? 24 часа. Трижду 8, 24. 8 часов уходит на сон. Пока разделся, помылся, лег, встал. Ну, в общем, на все про все. Утром, вечером 8 часов. До 3 часа жизни. Да почему же? Я стал сокращать свой сон. Но я никогда нахрапом не брал, а медленно. Стал считать и по 5 минут сбрасывать. Наконец-то у меня сон стал 2,5 часа в сутки. 2,5 часа. А как? Много мне помог Елизаров, костник курганский, профессор, который кости наращивается. Он об этом говорит. Вот говорит, днем я самый свежий. Я преподаю в университете, он профессор, студент. Я должен знать. Ночью я, говорит, на станке пилю, выпиливаю, там накручиваю, все эти спицы делаю. Вот я делал точно так же. Ночью я переплетаю книги, сижу, включен у меня магнитофон. Я жития заново прослушиваю, сначала их насчитал. У меня получилось, я посмотрел отрывочно полностью, я 10 раз жития прослушал. Это 12 томов умножить на 10, что получится. То есть время у меня было в избытке. Мама моя, она спала немного. И когда была, она всегда вне. Да ты что, не ложился, сынок? Да, мам, еще успею. Вставать всегда в одно время. 4,40. 4,40, это ходил, 2 лег, 4,40 на ногах. Но потом меньше, организм стал захлебываться. Говорят, как, почему японцы живут хорошо. Они делают все быстро. С такой скоростью, вот как этот боксер, Майп Тайсон, он делал так. И до этого был Али Мухаммед. Он вот так вот свет выключает, и лампочка, еще накал не пропал, нити от этой, он уже в постели. Скорость такая, что ловит мышь. Мышь бежит, и он успевал ее схватить, как кошка. Я просчитал когда это, и я понял, мне этого не достичь никогда. Это не мой уровень. Я всегда видел себя такие маяки, на которые мог говорить не только святые. Арсений Великий говорил, монаху достаточно одного часа. Не знаю, но раз говорят, наверное, так и есть. Святые всячески придумывали. У одного борода была большая, так он в келье там где-то привязывался, чтобы дернуть. Будильника не было. Они делали как? Вот он молится, ну и бал, засыпает. Спать настоя, держаться только за веревки. Так они как делали? Свяща горит, а пониже, тут нитка натянута, вот так пониже. А свяща, вот огонек горит. А так у него, здесь у него перегиб и камень. А внизу лоханка с водой. И когда свяща догорает до низу, нитка пережигается, буль, и он проснулся. Самый простой будильник. Это в житях святых написано. Хорошо это или плохо. Ты судить можешь как угодно. Но они, Павел говорит, порабощаюсь, смиряйте тело мое. Да вы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Я разговаривал с баптистами, пятидесятниками, там со всеми. Скажите, как вы порабощаете тело свое? Как порабощаете? Так это же храм Божий. Так, давайте запишем. Тело наше храм Божий. Согласно Библии. Ну и согласно Библии, Павел говорит, смиряю и порабощаю. Почему вы это выбрасываете? Это рабыня, госпожа душа. Как он порабощал? Он говорит, непрерывно в бдение. Что такое бдение? Ночь в бдение. То есть не спали. Когда выходил Израиль, из Египта, говорит, ночь в бдение. Совершали Пасху, ели молились. Пасху мы молимся, ночь в бдение. В посте и в молитве. Это понял? Понял, теперь подражай. Смотри, я бы разнесся, он слабенький такой. Вот. Я что вам говорю, вы как-то для себя и начинаете трудиться. Вот у нас спать днем могут вот эти две только маленькие. Две. Одна сидит рядом, поддерживая ее. Сейчас я потерял. Вторая, вон она одна совершенно сидит. Убери ее, возьми. Нормально это? В самый дальний, высокий угол. Сядь оттуда. Сядь вон туда. Слезь. К фросе, к фросе сядь. И не сядь рядом посадить. Вот я вижу, а вы не видите. Почему так? Вы капризничаете. Я все время их ищу глазами, чтобы она за столбик держалась. Поняла? А ты с этой стороны рукой поддерживай ее. Все. Не капризничай сиди. Создать особую систему безопасности для маленьких. Днем пообедала она. Проходит часа полтора-два. И на покой на час. Слышите? Вика. Они бегают. Чтобы они могли ложиться. Больше никто. Остальные не нуждаются в этом. А если они не хотят? А? А если они не хотят? Это их дело не хотят. Селом никогда не надо это. Не надо. Они уже подвижники. Их так видать. Видишь, какие у них подвижки-то. Особенно интересно, когда вот эти с кружками бегают. Она бежит. Бегут здорово. Так у нас от комаров мальчики стонут. А они хоть бы их не им, как говорится. Ну я еще могу сказать. Слабое поколение. Мальчики. Мальчики это мужи. Это защитники. Не оружием. Словом Божьим молитвою. Так а если враг окружит. Все твои молитвы. Папа лев. Аларик подступает к городу. К городу не выстоит. Выхода никакого нет. Только плен. И папа выходит и говорит. Откройте ворота. Я пошел. Отец. Они всех убивают священников. Я прошу молиться. Я пошел. И медленно пошел. Враги сразу сообщили. Вышел какой-то разукрашенный. И там кто-то рядом идет. Слушка. Кто это такой? Так далеко идешь. А меч уже над головой. Я иду к Богу. И попутно сказать вашему начальнику. У меня есть слово для него. Шагает. И вдруг видит вокруг него идет воинство какое-то. На всех страх нападает. Руки трясутся. И он говорит. Аларик. Тебя ждет смерть здесь. Мне Господь открыл. Ты войска свои поднимай. И уходи. Развернулся и пошел. Декрадия это вояка. Вы помните, когда Синахирим окружил Иерусалим. Они молятся. Для войны войска нужны. А молитва придумали. Вы будете есть скалы мочу свою. И он насмехался над ними. И тогда пророк сказал. Не уйдешь отсюда. И вышел ангел. Взмахнул. И 185 тысяч. Это новая Хиросима. 185. Повторилось. Это Хиросима. Это взрыв атомной бомбы был. Трупами усеяна вся окрестность. Все. А воевать некому. Ну иди теперь царю рассказывай. Как воевать надо с Израилем. Израиль непобедим. К этому племени никто не прикасайся и поныне. На нем сгорели все. И Сталины, и Гитлеры. Окончательное решение еврейского вопроса. Всех уничтожить. Где Гитлер? Где фашизм? А еврейство набрало такую силу. Что вообще все народы ничего не значат. Почему? От Бога. Это план Божий. Я попутно все говорю. И когда что-то где-то слышите. Прилагайте к себе. А как это я делал бы? А я знаю как защищать. Это мужи сильные, крепкие. Спарта не устояла. Советский Союз развалился. Фашизм, самая сильная система в мире это фашизм. За две тысячи лет. Притом делали это по любви. Не кричали каждый как. Честь служу Советскому Союзу. А у них Хайл Гитлер, да здравствуй Гитлер. Тысячи, миллионы глоток кричали Хайл Гитлер. А раскрыли Хайло. Ну это пришло и ушло. У меня в тихотворении написано. Вот два перста шагнули, перешли. Никому не выстоят. Вот везут Морозову, везут. Столько лет, следов его не видно. Там мы не совершили. Как авакум. Это стихотворение такое написал. Кажется, Вика на музыку положил. И ничего они не могут сделать. И не сделать. Так, готовимся. 19. Помолимся о врагах наших. Главное, враги наши, а мы сами себе. Помолимся о том, что Бог благословил всех, кто на нас нападает. Они нас от земного оттягивают. 8. Что мы строили, дома отняли. Как там пишется об этом. Все отняли, чтобы я заботился о небесном. Они помогают освободиться от ненужного. Но тут нападает на детей. Неимения ничего нет. Это ненависть к русскому народу. По-другому нельзя изъяснить. Детей мы им не отдадим. 2. До 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 2. Мы торжественно проведем поднятие флага Российской Федерации. Трехколор называют. И трехколор. Ну и теснопение соответствующее. Фильм старинный надо посмотреть про лагерь. И уходим. Лагерь будет закрыт. А если кто-то останется. Ну это частные гости. Которые приехали с Киргизии. Они могут здесь жить тогда с нами. В семье и где угодно. Поблагодарим Бога. Господи, ты дивно велик. Хвала тебе. Ты сотворил великое чудо этот мир. Но он развратился и пал. Ты, Божий, Отец Небесный, послал на землю Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Второе лицо Троицы. Он воплотился и принял плоть подобную человеческой крови и умер за грехи наши. Слава тебе. Господи, мы просим Твоего благословения на нас. Благослови врагов наших и в судный день непоминимых безумия. Смири их в гордость. Отврати их ненависть от нас. Позволь детям жить мирно, радостно, в послушании. Посети узников, обездоленных, парализованных, покинутых. Коснись их сердец. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И правители, сохрани от нечаянной смерти, от покушения на них. Положи им на сердце издавать мудрые законы. Благослови патриарха. Епископов, священников, даруй всем духовное рождение и пасты. И водительство Духом Святым. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу нашему слава. Так, уходим. Ты все забирай, забирай те книги. Местер, вей, будешь мне. Книга-ношель. Это, мальцевослов всегда поднес на Библию, никогда ничего не клади. Если каждый дорожка доходит, сразу бежать бегом. Ну, давайте. Кто-то взрослый должен пойти. Мужчина. В завершающий пойду я. Так, ну что? Никита пошел. Ну, кто у нас-то? Никита пошел? Ну, давай. Так, Володя. Подожди. Выстраивайтесь в одну линию. След наступайте. Побежал? Да не, бежать не надо было. Быстрым шагом просто. Все, все, тут бежать уже надо. Егор, остановился. Бегом, беги. Вперед, вперед, вперед. Давай. Ну что, на завтрак ждем приглашение. Это Леша потерял кепку и я ее поднял. А как он потерял ее? Ну она слетела у него с головы. Надо крепче надевать. Я ее поднял и гидал за нее. А там он остановился и заметил. Ну что, время-то еще есть? Устав может почитать вам? Давайте устав, давайте устав. Куда пошли, куда пошли? Нестер, куда пошли все? Садимся устав читать. Поработать. Так, вперед, молитву. Садимся, садимся. Кто стоит, кто сидит? Устав, давай. Четко, ясно, кто-то должен прочитать. Я буду читать. Давай, Нестер. Кто новенький, запоминаем хорошенько устав наш. Чтоб вы знали его. Читай, Нестер. Повернись боком. Повернись ко всем. И читай. Устав христианского православного детского церковного лагеря Стана в честь священного мученика Климента Киевского. Жизнь и воспитание в Стане подчинены трём принципам. Постоянно на трёх столбах. Первое. Вера в Бога. Любовь к Богу. К любви, страсти и с Богом. Жизнь в Христе по Евангелию. Второе. Уважение и почтение к родителям, старшим и воспитателям. Тот ежедневный, не менее четырёх часов в день, не исключая никого. Разрешается всё святое, чистое, безгрешное, с постоянными пояснениями требованиями, запретов порядка дисциплины. Воспитание основано на Библии. Запрещается ходить без платочка на шарвову и головного убора за пределами лагеря Стана. Солнечную погоду носить на голове. Самым вольничать, делать то, что нравится. Безблагословения, порт, имущество, воровать, брать без разрешения, тебе не принадлежащее. После подъёма садиться утром до физической зарядки, отлынивать, укрываться от работы, бездельничать. Это преступление. Поговариваться со старшим, разговаривать с посторонними, чужими. Мне нужен один будущий мужчина подерживать и отточить ночную ножовку. Кто ты? Ну давай, иди. А ты это считал, знаешь? Да. На лошадь. Разговаривать, даже шёпотом за столом, во время еды, на молитве, после отбоя, отходя ко дну и в храме. Купаться без присутствующего старшего не моложе 18 лет, и умеющего хорошо плавать. Бить в колку без разрешения пола, или также меняться с другими вещами, работать, кельями. Входить в свои кельи днём без разрешения. Свистеть, становиться обутыми или грязными ногами на места для сиденья. Прикасаться спичкам, играть с огнём. Проходить в свои кельи. Драться, отзываться, жаловаться. Нельзя в жаркую погоду с неполадными ногами ходить об уши. Бросать за страном личные вещи и лагерное имущество. То есть, когда сейчас у нас земля ещё влажная, сырая, то есть даже если жарко будет, земля сырая ещё пока не разуваться. Потом, когда земля просохнет, чтобы она нагрелась, тогда можно будет разуваться в жаркую погоду. Во время работы, разговаривать, уходить куда-либо, даже в деревню, одному без разрешения старшего, даже на самое короткое время. Сейчас есть кельи, то есть раньше были палаточные, а сейчас кельи у нас вот эти вот, мазанки. У нас закрывай теперь. Без разрешения заплывать далеко от берега. Лазить по деревьям, для этого есть специальные места. За столом, над чашкой не склоняться. В левой руке хлеб, ложка на хлебе. На стол не облакачиваться, дальше кисти и рук. За обедом у всех руки должны быть закрыты до кистей. Девочки должны быть в платочках и на молитве также. Отличается чистая и нечистая посуда. Черпать только ковшом, кружкой и наливать то, из чего пьёшь. Пользоваться встаней, водой и в бане экономно. Для пользования в бане особый устав. Каждое воскресенье утром и в двух, на десятые, и местночные, и местночные, и местночные, и местночные. В яркую погоду разрешают скупаться ежедневно. Несколько раз мальчики и девочки спают врозь. В каждое время и пока не уйдут, одни и другие не уходят. И младеная вещь сразу задается у руководителя стана. По Бутериной сообщается Ходить на ягоды, клубники, малину, смородину, крыжону, грибы. По пятницам вечером костёр, картошка. По воскресеньям катание на коне, на водках, рыбалках. Один раз в неделю в семь годах. Нету лошадь. В бане стивка к водителям, приехавшим к детьмам или к детям, запрещается приводить своих или иных детей на льготный режим, подкармливать, уводить из стана, вмешательство в их воспитании, ходатайствовать за них, освободить от работы от наказания. Запрещайте без разрешения привозить животных, кошек, собак и... Ну, что это там? Что это? И прочих. До приезда и при... По приезду приводить на... Проверять. На зашивленность. Чтобы шея не обладает. Очистить от насекомых. Давай читай дальше. Вот он, от насекомых. Очистить от насекомых. Не принимаются те, кто мочится ночами под себя. Родители обязаны рассказать о болезнях, странностях, слабостях детей своих. Каждый насильник стана должен добросовестно выполнять порученную работу, обязанности по кухне и другие поручения. Каждый должен носить всегда крестик и пояс, рубашка на выпуск. Утром вставать быстро, не стонать, не хныкать. При ударе в колокол... Кого это касается? Стой. Кто у нас ныщет утрами? Чаще всего. А? Так что смотрите, устав нарушайте. Будем вас за это гонять. Отбивать, подъем делать. Давай, Даша. При ударе в колокол бегом собраться перед крестом, где аналой. Стоимость внесения платы за содержание ребенка определяется по опросу около 10 семей. Берется средняя цифра, кто сколько за год тратит на питание. Для особо бедных может быть льгота. Изменения и дополнения в устав принимаются на общем собрании лагеря стана и общины. За серьезные нарушения отчисления из лагеря с отказом когда-либо приезжать обратно. Каждый насильник лагеря стана должен привезти обязательно с собой одеяло, матрасы, кучашку, кружку, ложку, нож, нитки, иголку, спички. Сразу все сдать на кухню. Смену белья, платочки носовые, резиновые сапоги и ежедневную обувь. Всем родителям запрещается наказывать детей. Это делает только один человек, руководитель и основатель лагеря стана. Для богослужения девочкам длинное платье до 5, 2 платка. Для занятий ручку, карандаши, тетради, вести дневники, по возможности привезти хлеба и продукты. Запрещается привозить одежду из баллони. Распорядок дня дается отдельно и соблюдать его согласно устава. Запрещается всем и родителям и посетителям приезжать и тем более входить в территорию лагеря стана женщинам в брюках, в мужской одежде, накрашенными в украшениях, броши, серьги, бусы и прочее. Курящим привозить с собой табачное и тем более курить запрещено. Распорядок дня дается. Кто что запомнил? Распорядок дня. Тихо, подожди, Неста, подожди. Так, вспомним, что сейчас читали. Руку поднимаем. Кто что запомнил? Говорите. Что запомнил? Нельзя заходить женщинам в мужской одежде, накрашенными и всякими украшениями. Украшениями. Так, давай, давай, Тарас. Нельзя научить мочиться под себя. Нельзя, да, то есть запретить себе. Курить запрещено. Курить запрещено. Курить запрещено. Нельзя выходить из палатки, ну, из кельи и уходить... Ну, куда выходить-то нельзя? Ночью. Ночью нельзя. Ночью нельзя. Так, давай, Ксения. Нельзя играть огнем. Нельзя играть огнем. Да у вас его и нету, то есть спички у вас... Ты что думаешь? Без головных упалов нельзя ходить. Куда? За станом. За станом. Так, кто еще что запомнил? Новенькие, что запомнили? Я знаю еще. На каких трех столпах у нас лагерь основывается? О, это я... Что запомнили вы? Тихо, Неста. Забыл уже? На, повторяй. Я знаю, я знаю. Давай, Ксюша. Нельзя заходить в чужие кельи. Чужие кельи. Давай, Неста. Первый. Вера в Бога, любовь к Богу, к Библии и страх перед Богом, жизнь во Христе по Евангелию. Второе. Уважение, почтение к родителям, старшим и воспитателям. Третье. Труд ежедневный не менее четырех часов в день, исключая никого. Не менее четырех часов в день. То есть можно и больше трудиться четырех часов. Это вам просто до обеда делать. Можно и после обеда, если какая-то срочная появляется у нас работа, мы обязательно ее делаем. Но потом отдыхаем. Потом отдыхаем, да. Ну, что у нас по времени? Еще есть же, да? Давай распорядок. Давай распорядок. Я буду читать? А можно я буду читать? Нет, Нестор, ты это сбиваешь. Тебе надо надречью работать своей. Ну, ладно. Давай, Ливия. Про себя повторяй. Эй, аккуратней. Это Тарас. Ливия будет читать. Тарас, отойди, отойди. Ну, что встали-то? Ну, все. Отойди, отойди. Да не кричите вы так. Не, Стар, ну-ка перестань болтать. Встань с Ромкой, молчи. Распорядок дня приблизительный. Подъем пять часов или пять тридцать часов. Суббота, воскресенье позже. За водой на родник. Гимнастика, зарядка. Утренние молитвы. Чтение Евангелия с разъяснением. Работа, заготовка дров. Завтрак восемь часов утра. Работа, огород, полка и другое. Иногда в дождь просмотр фильма. Уборка в кельях. Дежурство в столовой. Купание в пруду. Обед четырнадцать часов. После еды десять минут полный отдых. Занятия кружки. Малышам сон. Отдых, купание за малиной. Экскурсии в лес. Просмотр фильмов. Ужин девятнадцать часов. Игры в полив. Иногда купание до завтрака и после ужина. В пятницу костер. Картошка. Отход ко сну позже. В воскресенье катание на лошадях и на лодках. Отбой двадцать два часа. Может быть раньше или позже. По желанию большинства детей. Так. Сейчас это. Все. Заканчиваем. И расходимся. Наводим порядок в кельях. Пока до завтрака. Или подожди. Сейчас мы начальника спросим. А вы вчера на реле? Нет. Сейчас начальника я спрошу еще. Всего слава богу. Все. Субтитры сделал DimaTorzok